Тидди Джейкс. Урок муравья и горные мыши. Книга притчей Соломоновых, глава 30, с 24 по 28 стих. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. 24 стих. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Великие вещи приходят в мелкой расфасовке. Другими словами, оно не должно быть большим, чтобы быть мощным. Лишь маленькая капля нитроглицерина могла бы взорвать большое здание. Не нужно много, чтобы было очень эффективно. Великие вещи приходят в мелкой расфасовке. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Я не знаю, как вы, но я люблю проповедование. И даже не обязательно, чтобы именно я проповедовал. Это может кто угодно проповедовать. Я люблю слушать хорошие проповеди. Хорошая проповедь просто возбуждает мою душу. Она что-то со мной делает. Она бросает мне вызов. Она изменяет мою жизнь. Она укрепляет меня. Она дает мне якорь. Дает мне стойкость, которая мне нужна, чтобы противостоять тому ветру, который поднимается против меня временами. Было время в истории этого мира, когда не было проповедования. Не было проповедования, потому что не было Библии. Но, однако, тогда был Бог, прежде чем был проповедник. И Бог был до того, как появилась Библия. И Библия говорит мне, что небеса провозглашают славу Божью. И поэтому, если бы все проповедники уволились и перестали проповедовать, и все Библии были бы сожжены, Евангелие по-прежнему было бы проповедано через небеса. Так что, если ты действительно достаточно чувствителен к этому, ты можешь выйти посреди звездной ночи и ощущать Бога в небесах. Многие моряки, которые ходят по могущественному морю, посреди моря, начинают осознавать присутствие Божье, когда корабль кидает по морю. Потому что даже природа дает нам намеки о том, кто есть Бог и что Он способен сделать. Первая глава книги «Римлян» говорит нам, что Бог собирается судить язычников, у которых не было Библии, потому что они не смогли осознать Творца через творение. Они должны были быть способными посмотреть на саму природу и осознать величие Бога. Фактически, здесь говорится, что природа проповедует нам, если мы имеем уши слышать, что она говорит. «Мы должны посмотреть, как Бог одел лилии и осознать Его заботу о нас. Мы должны увидеть, как Бог позаботится о воробье, выпавшем из гнезда, и осознать Его заботу о нас. Мы должны воспринять мягкость Духа Святого через голубя, который мягко садится на наше плечо и осознать, что Бог есть нежный Дух». Давид имел это, когда он заботился о своих овцах на пастбищах где-то на каменистых холмах Иерусалима. И когда он ходил там по горам, присматривая за овцами, он осознал, что он для овец является тем, чем в точности является Бог для него. И он написал, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И это дает мне понять, что Бог проповедует, независимо от того, имеем мы ухо слышать или нет. И Он проповедует через саму природу. Но не заблуждайтесь, наш Бог, Он ужасающий Бог. Это означает, что когда ты только чуточку начинаешь понимать, насколько невообразим Бог, ты в ужасе, и тебя это впечатляет, вдохновляет, и все это одновременно. Он ужасающий, Он невообразим, мы исполнены трепета, мы не можем объяснить Его, мы не можем изобразить Его, не можем зарисовать Его, мы лишь исполнены трепета, потому что наш Бог, Он ужасающий Бог. Библия говорит, что тот, кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Это значит, что Бог говорит, и мы не всегда имеем ухо, чтобы слышать, что Бог говорит к нам. Если Он не говорит к нам так, как мы ожидаем от Него, вероятно, мы упускаем Бога на многих уровнях, потому что Он является в другом виде. Несколько лет назад я поехал в Южную Африку в первый раз. Это было просто чудеснейшее переживание для меня. Это был мой первый раз на африканском континенте, и меня познакомили со страной ЮАР. Для меня это было просто невероятно. Когда я закончил проповедовать и служить, и вернулся из Африки, в Йоханненцбурге, спросили меня о поездке на сафари. И они спросили меня, вы не хотели бы отправиться на сафари? И я не хотел, чтобы они поняли, что я никогда не был на сафари. Поэтому я сказал, было бы хорошо. На самом деле, я не был точно уверен, что такое сафари, и в чем оно заключается. Но я просто играл на слух, как будто бы понимал, о чем они говорят, «Будучи деревенским пацаном, выросшим на западных холмах Западной Вирджинии, я не был знаком с сафари. Я видел время от времени, как кто-то убивал апоссума, но обычно они почему-то не называли это термином сафари». В Южной Африке говорят о такой группе животных, которые выделяются в отдельную категорию – «большая пятерка». И она состоит из тех животных, которые находятся на вершине своего вида. Есть что-то отличительное в них, что вводит их в число «большой пятерки». Когда говорят о «большой пятерке», говорят о больших, массивных, чудесных созданиях, которые являют собой дело рук самого Бога. Я говорю о животных типа льва, которые на самой вершине своего рода, о слоне, о носороге, о леопарде, о бизоне. Они отличаются от всех животных. Их называют «большая пятерка». Практически везде, куда мы приезжали в Южной Африке, были картины «большой пятерки», были рисунки «большой пятерки», висела керамика или украшения с «большой пятеркой», были сувениры с «большой пятеркой», и из всего, на что можно было охотиться, они были в наибольшем почете и наиболее ужасающие. «Большая пятерка» – это защищенные животные. Каждый хотел бы похвастаться трофеем из «большой пятерки». Когда мы думаем о «большой пятерке», мы можем понять что-то. Лев от кончика хвоста и до кончика носа длиной приблизительно до трех метров. Он весит более двухсот килограмм. Его зубы остры. Орев гипнотизирует. И поймать льва – это мечта любого охотника. Многие будут хвастаться этим. Если они смогли поймать льва, это просто чудесно. Они говорят «Я взял льва». Но я не могу понять охоту на льва. Что касается меня, я бы серьезно переживал, не заклинит ли мое ружье. Я о том, что я верю в Бога, я верю в молитву, но у меня были бы серьезные опасения. Лев ходит по джунглям как царь и как начальник. И все животные обеспокоены. Или большинство животных обеспокоены им. Но есть некоторые, которые не обеспокоены. Например, носорог. Носорог не боится льва, потому что он весит приблизительно 3,6 тонны. Он достаточно большой, чтобы, как говорила моя мама, затенять землю, по которой идет. Я не знаю, что это в точности значит, но моя мама говорила, «Когда ты можешь затенять землю, по которой идешь, тебя трудно запугать». И носорог имеет такую способность. У него острый рог на голове. Если он нагнет свою голову, погонится за тобой. Он тот, с кем придется считаться. Если он не насадит тебя на свой рог, он потопчет тебя ногами. Он тот, с кем придется считаться. Он составляет класс сам по себе, один. Они рождаются волосатыми, но потом теряют шерсть, потому что их шкура очень крепкая и очень жесткая. Многие животные, которые пугают других животных, они не пугают носорога, потому что носорог очень сильный, и он ужасает и впечатляет. Давайте подумаем о леопарде, который приблизительно 2,5 метра длиной и более 100 килограмм веса. Леопард – это нечто. Если ты сталкиваешься с леопардом, и он начинает преследовать тебя, у тебя серьезные проблемы. Потому что леопард может бегать настолько быстро, он покрывает 100 метров за 9 секунд. Он перепрыгивает их прежде, чем ты еще начнешь только двигаться. Он настолько быстро срывается, что ты не сможешь убежать от него. Если ты сможешь забраться на дерево, он может забраться на дерево своими когтями и поддерживать полторы сотни кило хваткой своих когтей на стволе дерева. Поэтому, если ты и сможешь забраться туда, ты не сможешь забраться на верхушку дерева и показать свой язык леопарду, потому что он пришел за тобой. Поэтому тебе нужно думать. Бизон не является хищником, но он настолько крут, и его шкура настолько жесткая. Он настолько силен, что эти животные, у которых острые зубы и острые когти, они боятся его. Если они не убили бизона, пока он молод, эти животные уже не смогут пронзить его шкуру. И если бы не люди, то бизоны по-прежнему бродили бы по земле толпами. Настолько жесткая и твердая их кожа. И потом есть еще слон, не другого млекопитающего, которое могло бы сравниться со слоном, когда он идет по земле. Он весит около десяти тонн. Он настолько силен и настолько жесткий. Ему не нужно много зубов. У него настолько много веса и настолько много силы, что бегущее стадо слонов, двигающееся на тебя, подминающее деревья и все живое, все, что оказалось на его пути, будет в ужасе. Когда слоны бегут, все вынуждены убираться с их пути. Их ноги оставляют дыры в земле из-за массы веса и силы, которой они обладают. Мы можем подумать, что если бы Бог хотел выразить себя через какое-либо творение и показать нам, какой Он, Бог ужасающий, как Он огромен, насколько велик и могуществен и насколько большой, если бы Бог хотел изобразить или описать нам, кто Он для нас, Он бы использовал что-то большое, как слон, или что-то быстрое, как леопард, или что-то жесткое, как носорог, или имеющий огромную силу, как бизон. Бог мог бы использовать невероятно быстрого леопарда, чтобы сказать тебе, насколько быстро Он может ответить на молитву, двигать горы и быть рядом. Кто-то может подумать, что если бы Бог хотел показать тебе, насколько Он ужасающий, Он бы сказал тебе, «Я сильнее, чем слон. Когда я наступаю на твои проблемы, всё оказывается под моими ногами». Кто-то мог бы подумать, что Бог использовал бы кого-то из большой пятёрки. Но в действительности учитель-притч наставляет нас, что когда Бог приготовился выразить себя, захотелось бы Ему использовать семинарии, захотелось бы Ему использовать великих богословов. Захотелось бы Ему использовать великих учёных и прекрасных ораторов, великих мыслителей, великих авторов, очень плодовитых авторов, которые существуют в нашем современном обществе. А если Бог решил показать себя низким образом через животных, ты бы, наверное, подумал, что Он использовал бы одного из этих тяжёлых созданий. Но автор притч намекает нам, что Бог не настолько охвачен идеей говорить через великую пятёрку, насколько Он говорит к нам через малую четвёрку. Сегодня, когда мы начинаем смотреть на этот текст, мы видим странный парадокс. Великий Бог, который за пределами человеческого восприятия, чьи пути выше наших путей и мысли выше наших мыслей. Бог, которого мы не можем объяснить или исследовать, мы никогда не управляли им и не контролировали его. Этот Бог проходит мимо всех массивных животных. Он проходит по джунглям мимо слона и говорит, «Ты большой, но ты не справишься». Он пройдёт мимо носорога и скажет, «Ты крутой, но ты не сможешь». Он также пройдёт мимо леопарда и скажет, «Ты быстрый, но не ты». Он пройдёт мимо льва и скажет, «Ты царь джунглей, но ты не подходишь». И он продолжает идти мимо великой пятёрки, ниже, ниже, ниже. Пойми, Бог не всегда использует тех, кого, как ты думаешь, Он должен использовать. У Бога есть способ использования наименее вероятного, чтобы сделать могущественное. У Него есть способность проявиться в странных местах. Именно поэтому Библия говорит, что нехорошо для нас думать о себе более высоко, чем нам следует. Потому что, когда мы думаем о себе слишком высоко, мы исключены из возможного списка каналов выражения Бога. У Бога есть способ спускаться вниз. Разве это не забавно? Люди пытаются прорваться наверх, а Бог всегда спускается вниз. Человек всегда пытается вознести себя, а Божий путь — смирить себя. Разве не странно, что до той поры, пока ты мало думаешь о себе, Бог будет возносить тебя. Но как только ты видишь себя могущественным, Он смирит тебя, так же, как с великой пятёркой, которую все хотят поймать. Есть дух в церкви, который беспокоит меня. Он волнует меня. Этакий дух Голливуда. Есть самопродвигающий, саморекламирующий, политически заигрывающий, позирующий дух, который приходит сейчас в церковь. Как только люди входят в дверь, они уже в великой пятёрке. Все хотят быть выше всех. Все хотят быть признанными, чтобы их звали по имени. Особые места, сиденья, особые стулья, особые дни, особые одеяния — всё должно быть особенным. Но тебе нужно быть немного осторожным в погоне за великой пятёркой. Создается картина, что ты не успеваешь вынуть человека из бассейна при крещении, а он уже в погоне за великой пятёркой. В церкви это могут быть большие пять позиций, как апостолы, пророки, пасторы, учителя и евангелисты. Всё ещё мокрый после крещения уже пастор церкви, только в прошлую пятницу спасся и уже апостол. Апостол, и у тебя 12 членов церкви. Апостол над чем? Евангелист. Не писание, не учение, не подготовки, не тренировки, но у тебя евангелизационный дух, который на самом деле является бунтарским духом, когда на самом деле тебе нужно засесть где-то и позволить Богу учить тебя. Да, тебе нужно быть немного научным. Пойми, требуется что-то большее, чем знание Слова Божьего. Да, тебе нужно знать Его Слово. Это очень-очень важно. Но если ты собираешься выжить, тебе нужно знать Его голос. Многие люди знают Слово Божье, и они не знают Его голос. Много раз я выживал в превратностях жизни не потому, что я знал Писание, но потому что я знал голос. И иногда Он говорил мне необычным образом, и я понимал, что Он говорит ко мне через неожиданного человека, потому что Бог будет говорить к тебе через наименее вероятное. Иногда Он будет говорить тебе через твоих детей. Он будет говорить тебе через рекламу или дорожный знак. Итак, недостаточно знать Его Слово, если ты не знаешь Его голос. Подними свои руки вверх и скажи, «Научи меня твоему голосу, прежде чем я запарю свою жизнь, прежде чем я выставлю себя дураком, прежде капитальных ошибок в моей жизни, прежде чем я вляпаюсь туда, откуда не смогу выбраться, до того, как я отброшу себя на 10 лет назад. Научи меня твоему голосу, Господь. Научи меня, как реагировать на твой голос. Научи меня распознавать, когда это действительно ты и когда это не ты. Научи меня, когда сидеть, и научи меня, когда вставать. Научи меня, когда извиняться, и научи меня, когда оставаться спокойным. Научи меня, когда лежать на алтаре, и научи меня, когда вопить к тебе. Научи меня твоему голосу. Научи меня, о чем беспокоиться. Научи меня, о чем не беспокоиться. Научи меня, когда огрызаться, и научи меня, когда оставаться в покое. Научи меня стараться, и научи меня молчать. Научи меня твоему голосу, Господь». Некоторые из вас ходят с Господом уже давно, но вы только что начинаете учиться Его голосу. Когда ты начинаешь учиться его голосу, многое из того, что беспокоило тебя, больше не беспокоит. Тебя не так легко уже завести, потому что то, на что ты реагировал ранее, ты уже больше не реагируешь, потому что ты говоришь, «Это не он, и это не он, это на него не похоже». Научи меня твоему голосу, Господи. Научи меня твоему голосу. Научи меня, когда это ты. Научи меня, когда это не ты. Научи меня, когда ты хочешь, чтобы я двигался вперед. Научи меня, когда ты хочешь, чтобы я был спокоен. О, это чудесно иметь знания, но дай мне немного мудрости. Понимаешь, знание может дать тебе инструмент, но мудрость скажет тебе, когда им пользоваться. Ты можешь иметь все оборудование, но если ты не знаешь, когда использовать то, что Бог дал тебе, ты себя уничтожишь. И Великая Пятерка может иметь знания, но Малая Четверка имеет мудрость. Библия говорит, что есть четыре малых, и хотя они малые, они очень мудры. Послушай, когда дурак называет кого-то мудрым, нас это не трогает, потому что дурака легко впечатлить. Я видел, как многие люди зовут умными тех, о ком бы я так не подумал. Я видел, как многие люди называют некоторые типы проповедований великими, о которых я бы не подумал, что это великое проповедование. Фактически, в моей жизни были те, которых я слушал и думал, что это великие проповедники на одном этапе моей жизни. А когда я слушал их позже, я думал, кто изменился. Но когда Бог говорит, что ты мудр, Можете себе представить, все мудрецы истории, все богословы и ученые ждут, когда Бог откроет рот и скажет, «Я покажу вам, кто на самом деле мудр». И они говорят, «Это он обо мне», а он проходит мимо них, мимо всех них и говорит церкви, «Я хочу, чтобы вы научились мудрости у четырех малых. Если вы хотите быть мудрыми, я дам вам послание через четырех малых созданий. Не пренебрегайте ими из-за того, что они малые, потому что великие вещи приходят в мелкой расфасовке, и если вы сможете извлечь мудрость этих четырех малых элементов, она проведет вас через всю оставшуюся жизнь». Он прошел мимо слона, мимо носорога, мимо леопарда, он прошел мимо великой пятерки, он прошел мимо гепарда, он прошел мимо орла, он прошел мимо ястреба, он прошел мимо волка, он прошел мимо гиены, он прошел мимо лисы, он прошел мимо кролика, двинулся мимо белки, двинулся мимо жука, клопа и калибри, и он подошел ниже, к песчаному холму с дырой в центре, и указал на муравья. И он говорит, «Если вы сможете накопить мудрость от них, «Я дам вам четыре вещи. Я дам вам четыре послания в этих четырёх малых. И если вы сможете принять их, это изменит вашу жизнь». Он говорит «Смотри на муравья». И он показывает на муравья, который заготавливает пищу для зимы. И он делает это летом, именно летом, когда трава зелёная и урожай обилен, и всё цветёт и расцветает, и есть большой выбор плодов. Именно во время этого сезона муравей игнорирует, где он находится, потому что он наполнен подготовкой к тому, куда он идёт. И он делает что-то, что кажется глупым в то время, когда он делает это. Но он делает это, потому что у него на уме то, куда он движется. И муравей, если бы он вёл это пробуждение сегодня, его послание было бы пункт номер один «Приготовь себя». Господь послал меня сюда сегодня, чтобы сказать «Приготовь себя». Бог сказал «Прислушайся к мудрости муравья, приготовь себя». Заметьте, что делает муравей. Он готовится к зиме, пока ещё идёт лето. И давайте разберём это действие. Потому что, о чём Библия говорит, так это не только о том, что он делает, но и о том, когда он это делает. Муравей полностью пренебрегает тем, что произошло в его прошлом. Он не разбирается с прошлыми проблемами. Он достиг того момента, когда со вчера покончено. Он не репетирует те же самые проблемы своего прошлого, повторяя те же самые ошибки снова и снова. Он закрыл ту главу своей жизни. И это благословение, когда ты, наконец, доходишь до такого момента в жизни, где ты можешь выбросить из головы, откуда ты пришёл, и сказать «Это прошло». Многие из нас глупы, потому что нам 30 лет, и мы всё ещё плачем о том, что произошло, когда нам было 12. Нам 40 лет, и мы по-прежнему обеспокоены кем-то, кто оставил нас, когда нам было 30. Нам 45 лет, и мы по-прежнему ноем об ошибке, которую мы сделали, когда нам было 22. И ты никогда не будешь мужем, если ты работаешь задом наперёд. Посмотри на муравья. Он не работает задом наперёд. Что ещё удивительно о нём, так это то, что он не только безразличен к прошлому, он игнорирует своё настоящее. И ты не увидишь, чтобы муравей пытался запихать за щёки всю еду, так как будто бы завтра уже не будет. У муравья есть способность к отложенному удовлетворению. Он готов ждать. Ты не можешь приготовить себя, если у тебя не хватает терпения ждать. Если ты не можешь ждать, ты вляпаешься. И ты не увидишь того, что Бог имеет для тебя. У муравья есть стратегия. Он ведёт себя как бойскаут. Вся его философия в том, чтобы приготовиться к тому, что вот-вот произойдёт в его жизни. Много-много лет назад, когда Бог вывел меня из холмов Западной Вирджинии и дал мне национальную трибуну, одна из вещей, которую я сказал и которая капитулировала меня в глазах общественности, это было просто одно слово. Это было слово, которое я повторял снова и снова. Так что теперь все говорят его. И слово было «Готовься». Я думаю, что люди были так возбуждены тем, как я это говорил, что они не услышали, что я говорил. Слово Господне к тебе сегодня. «Приготовь себя». Посмотрите на муравья мои братья и сёстры. Муравей игнорирует лето, готовясь к зиме. Он берёт пищу своего лета и передвигает её поближе к зиме. У него достаточно веры, что он всё ещё будет жив зимой. Его не смущают его летние враги. У него есть враги, у него есть противники, у него есть неприятности. Но он не верит, что какие-либо из его естественных хищников смогут остановить его на пути к следующему уровню. Он настолько безразличен к своим врагам, он настолько сильно занят работой над тем, куда он направляется, что у него нет времени беспокоиться, где он находится. Посмотри на своего соседа и скажи, «Я занят. У меня нет времени беспокоиться о том, что кто-то пытается сделать сейчас. Я не верю, что кто-либо, что бы они ни пытались сделать сейчас, смогут остановить меня от перехода на следующий уровень. Мне нужно готовиться к тому, куда Бог меня ведёт. И у меня нет времени на игры. Я должен приготовить себя. Я не могу ждать, пока ты меня приготовишь. Я не могу ждать, пока проповедник меня приготовит. Я не могу ждать, пока муж меня приготовит. Я не могу ждать, пока вдруг кто-то обнаружит меня и приготовит меня. Я должен приготовить себя. Я не вижу, чтобы муравей сидел, как пчеломатка, посылая кого-то другого принести ему еду. Но муравей говорит, «Если я собираюсь съесть это, то я и добьюсь этого. Я приготовлюсь». Бог говорит, «Я имею кое-что для тебя, что будет содержать тебя в твои последние дни. Но ты сам должен раздобыть это. Твои глаза не видели, твои уши не слышали, и не приходило то на сердце тебе, что я приготовил для тех, кто любит меня. Но это будет явлено нам, его духом. Но чтобы нам это получить, нам нужно раздобыть это лично». Теперь слово «приготовь». Приставка к слову «приготовь» говорит о том, когда это делать. Корень говорит, что делать. Готовь, готовить, как наши мамы. У них был нож для чистки, готовки. Он был настолько острый, что мог одним движением срезать шкуру того, что ты пытался почистить. И он предназначался для того, чтобы ты мог готовить и заготавливать пищу заранее, чтобы разложить ее на тарелочки. «Приготовь» означает «обработать заранее». Я хочу поговорить с тобой сегодня, потому что если ты будешь послушен мудрости муравья, ты должен быть готов казаться дураком. Ты должен быть занят, готовиться к чему-то, что тебе не нужно прямо сейчас. Ты должен не совпадать с твоей ситуацией прямо сейчас, но совпадать с твоим пунктом назначения, дабы ты реагировал на что-то, что еще не произошло, вместо того, чтобы откликаться на то, что происходит прямо сейчас. Когда Господь дал мне это послание, Он сказал мне, «Скажи моим людям, что они безбожники, неблагочестивые безбожники, не просто из-за их моральных проблем, не просто из-за аморальности, они безбожники, потому что они не похожи на Меня». Я спросил, «Что ты имеешь в виду, что они не похожи на тебя?» Бог сказал, «Я не реагирую». Это не значит, что я позволяю врагу что-то сделать и только потом начинаю думать, что буду делать я, потому что если враг делает первый шаг, это означает, что он у руля. Враг никогда не делал таких шагов, чтобы Бог реагировал, потому что если Бог реагировал бы, то это значит, что враг у руля. Да, Бог вершит, Он суверенен, Он делает то, что Он делает, и уже враг пытается угнаться за тем, что Бог делает. Вспомните, когда враг пришел, прогуливаясь в прохладе сада в виде змея, чтобы соблазнить Еву, и совратил ее, и заманил ее принять запретный плод, и она вкусила, и повернулась, и дала своему мужу, и муж вкусил тоже, не было того, чтобы Бог вскочил и закричал, «Что же я теперь буду делать?» Если ты читаешь свою Библию, то ты знаешь, что враг сделал нечто во времени, что Бог уже решил в вечности, потому что Библия говорит, что Агнец был заклан от основания мира. Так что ко времени, когда враг сделал что-то, Бог сказал, «Я уже припаскую, что против того, что ты пытаешься сделать». Твой Бог, он суверенный Бог. Бог уже имеет выход из всего, с чем ты когда-либо столкнешься. Его никогда не заставали врасплох. В тебе нет ничего, что могло бы удивить Бога. Может, ты удивляешь себя, может, ты удивляешь своих друзей, может, ты удивил свою маму, может, ты удивил своих сотрудников, может, ты разочаровал себя, но ты не шокировал Бога. Бог уже знал все, что ты сделаешь, еще до того, как ты сделал это. Вот почему я люблю быть спасенным, потому что, если Бог спас меня, Он уже рассмотрел мое прошлое, мое настоящее и мое будущее. Если Бог сказал, что я принят среди возлюбленных, значит… Бог сказал, «Скажи моим людям стать, как я». Я хочу, чтобы они перестали реагировать на ситуации, которые строит враг. Я хочу, чтобы они перестали разбираться с проблемами своего прошлого и не откликались на сложности своего настоящего. Но я хочу, чтобы они начали фокусироваться на том, куда я сказал, что приведу их. Я не знаю, кто ты, но ты тот, кому Бог уже показал некоторые вещи, которые Он собирается сделать в твоей жизни. У тебя нет времени разбираться со своим прошлым и нет времени противостоять своим врагам в твоем настоящем. Бог говорит, приготовься к новому уровню. Скажи, мне пора идти на следующий уровень. Я должен начать готовиться к тому, что Бог собирается сделать в моей жизни. Проклят я, если Бог поставит меня на ту платформу, которой я не приготовлен. Я сейчас должен быть готов к тому, что произойдет дальше. Если ты чувствовал, что тебе нужно готовиться, и ты даже не понимал, была какая-то срочность в твоем духе, в которой ты не мог разобраться, что-то в тебе подталкивает тебя, и ты продолжаешь говорить, мне пора бежать, мне нужно торопиться. Это от того, что Бог вот-вот ведет тебя на другой уровень славы. И да, ты, может, кажешься дураком сейчас, но иди вперед и продолжай выглядеть дураком. Пойми, у муравья есть мудрость для того человека, который готов ухватиться за что-то, что больше, чем он. Муравей, выходя, не ищет крошку, с которой он может справиться. Муравей хватает кусок хлеба, который в три раза больше его самого. Он такой большой, что ему придется пятиться и волочить его туда, куда он пытается его определить. Любой другой уже отказался бы от этой затеи и сказал, не справлюсь. Некоторые из вас поступали, как муравей. Вы ухватились за что-то, что вы едва прете. Это настолько огромное, вы смотритесь дураком. Но вы заняты тем, чтобы раскачать это. И Господь сказал мне сказать вам, продолжай, продолжай. Скажи себе, приготовь себя. Если ты ухватишься за что-то, что очень большое, скажи, это огромное, но я дотащу это. Мое видение больше меня. У меня недостаточно ресурсов, у меня недостаточно помощи, у меня недостаточно опыта, но я затащу этот леденец. Может, мне придется пятиться и цепляться за это, но я доволоку это. Я не остановлюсь, пока я не добьюсь этого. Скажи себе, вонзи свои зубы в это и волоки это. Пяться и волоки. И дергай, и толкай, и потей, и встань перед этим, и бодай головой, но затащи это куда надо, потому что в конце концов глаза твои не видели, уши твои не слышали, что Бог собирается сделать в твоей жизни. Скажи себе, великие вещи приходят в мелкой расфасовке. У меня не хватает, но я добьюсь этого. У меня недостаточно денег, у меня недостаточно опыта, у меня недостаточно времени, у меня недостаточно поддержки, но я дотащу это. Может, я кажусь дураком, но я дотащу это. Может, мне придется вылезти из репутации, но я добьюсь этого. Может, мне придется из шкуры вылезти, но я добьюсь этого. Может, мне придется волочить, тащить и плакать, и возлагать руки на свою собственную голову и изгонять дьявола. Может, мне придется вернуться в школу, брать вечерние уроки, найти вторую работу, но я приволоку это. Номер два. Второй отрывок мудрости в устах горной мыши. Он в устах горной мыши. Когда Библия начинает говорить нам о горной мыши, она говорит, что горные мыши, хотя народ и слабый, но ставят дома свои на скале. Но тебе нужно понять, что горная мышь, она лишь чуть-чуть больше грызуна. В какой-то мере она родня зайцу, но заяц быстр, и заяц может выживать, потому что он может быстро бегать. Но проблема горной мыши в том, что она не может бегать. Она выглядит почти как крот, но крот выживает, потому что он может закапываться глубоко. Но проблема горной мыши в том, что она не может копать глубоко, потому что задние ноги горной мыши слабы, И поэтому, когда приходят проблемы, она не может убежать от них, потому что она инвалид. И если она побежит, враг поглотит ее. И когда она пытается копать, ее зубы недостаточно остры и коготки, недостаточно быстры, чтобы выкопать на рук как крот и убежать от врага. И поэтому, что горная мышь делает, чтобы выживать в джунглях, в которых живет, чтобы оказаться там, где никакое оружие, направленное против нее, не будет успешным. Библия говорит, что горная мышь помещает себя. Поэтому Господь сказал мне номер два — помести себя. Некоторые из вас ходили по джунглям, сочувствуя себе. И вы говорите, Господь, я не могу выжить в этой ситуации, потому что у меня есть слабость. Господь, я не могу выжить, потому что начал слишком поздно. Ой, если бы я спасся раньше, я был бы дальше. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, я был бы в порядке. Господь, я инвалид. У меня двое детей и никакой помощи. Господь, у меня инвалидность. Я не закончил образование. Господь, у меня инвалидность. У меня расстройство личности. Господь, у меня инвалидность. Господь послал меня сказать тебе, у всех инвалидность. Если ты собираешься выживать, ты должен поместить себя. Понимаешь, у горной мыши есть инвалидность, но она помещает себя в позицию силы. Она пятится и помещает себя среди камней. Для того, куда Бог собирается привести тебя, тебе нужно будет поместить себя на новую позицию. Господь говорит, ты слишком низко для того, что тебе предстоит сделать. Тебе нужно взобраться в расселену скалы. Фактически на иврите горная мышь буквально переводится «спрятать себя». И Господь говорит, что он готовится послать волну славы на твою жизнь. И тебе придется спрятать себя. Тебе придется переместить себя. Это будет время, где люди не будут понимать тебя, потому что они привыкли, что раньше ты тусовался с ними. Но теперь ты будешь слушать горную мышь. Тебе придется переместить себя. Скажи, я готовлюсь переместить себя. Не злись и не расстраивайся, не раздражайся. Но я готовлюсь вырваться из некоторых кругов и сокрушить некоторые барьеры. Я готовлюсь переместить себя для того, что Бог готовится сделать в моей жизни. Мне нужно выбраться из слабых мест. Я должен добраться до сильных мест. Мне нужно разместить себя. Мне нужно переменить позу. Я слишком низко, чтобы делать то, что Бог призвал меня делать. Бог хочет высвободить в своих людей дух изменений. Все те, кому нужно переместить себя, скажите. Во имя Иисуса я приказываю высвобождению произойти в моем духе. Я ломаю оковы вины, которые сдерживали меня и заставили меня думать, что чтобы угодить людям, я должен оставаться на одном месте. Я приказываю врагу во имя Иисуса убрать свои руки от моего мышления. И я приказываю себе занять позицию силы. Бог готовится изменить вещи, обстоятельства, традиции, места, переместить, переупорядочить. Ты сейчас проходишь настройку. Ты проходишь через перемещение. Ты проходишь через перегруппировку. Бог готовится переместить тебя. Воздайте Богу хвалу. Ты много раз оправдывался перед Богом. Господь, я не могу сделать это, потому что то. Я не могу сделать это, потому что это. Я не могу сделать это. Не могу, не могу. У меня нет того. У меня нет этого. У меня нет третьего. У меня нет ресурсов. У меня нет сил. У меня нет времени. У меня нет таланта. Дьявол лжец. Всякий, кто делал что-либо для Бога, имел ограничения. Иаков хромал, но Бог все-таки использовал его. Апостол Павел был почти слеп, но Бог использовал его. Фома был полон страха и сомнений, но Бог по-прежнему использовал его. Бог сказал, «Я могу использовать твою хромоту, если ты поместишь себя в позицию силы». Бог сказал, «У меня есть место, где я могу спрятать тебя, и враг не сможет причинить тебе никакого вреда. Скажи, спрячь меня. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Скажи, «Я готовлюсь спрятать себя. Бог готовится взять меня на другой уровень. Я должен спрятать себя. Бог готовится благословить меня, поэтому мне нужно спрятать себя. Вокруг так много врагов. Мне нужно спрятать себя. Штормы бушуют вокруг. Мне нужно спрятать себя. Расселена в скале вечной для меня. Мне нужно спрятать себя. Твой враг не может видеть тебя. Поблагодари Бога за то, что он спрятал тебя в скале. Скажи, спрячь меня в камнях. Ты знаешь мои слабости. Ты знаешь мои трудности. Ты знаешь мои испытания. Ты знаешь мои скорби. Спрячь меня в скале. Спрячь меня, Господи. Вот почему они не убили тебя. Они не могут видеть тебя. Господь сказал, если бы ты знал уровень врага, который гнался за тобой, ты бы прославил меня за то, как я спрятал тебя. Прославьте его. Бог сокрыл тебя. Скажи, Он сокрыл меня. Господь сокрыл меня. Они пытались убить меня, но Господь сокрыл меня. Они пытались уничтожить меня, но Господь сокрыл меня. Они гнались за моим телом, но Господь сокрыл меня. Они пытались поглотить меня, но Господь сокрыл меня. Они пытались укусить меня, но Господь сокрыл меня. Они пытались атаковать меня, но Господь сокрыл меня. Они пытались побить меня, но Господь сокрыл меня. Господь сокрыл твоего ребенка. Если бы он не сокрыл твоего ребенка, ребенок был бы мертв. Если бы он не сокрыл твоего ребенка, твой ребенок был бы поглощен. Если бы Господь не сокрыл твоего ребенка, ты был бы на похоронах. Но Господь... Библия говорит, что горная мышь помещает себя в скале, хотя и народ слабый. Это зацепило меня, когда я читал Библию. Горные мыши. Он называет их «народ слабый». Кто из вас знает, что Бог берет слабый народ и прячет их в позиции силы? Он помещает вокруг них дополнительную поддержку. Когда ты ломаешь ногу, они не накидывают гипс на здоровую ногу, они кладут гипс на слабое место. И Бог сказал мне, что Он будет использовать некоторый слабый народ, но Он собирается наложить на тебя гипс. Если ты посмотришь, горная мышь даже не может двигаться хорошо, потому что она настолько слаба. Но Бог говорит, я уже покрыл их, я имею место, куда я могу поместить тебя, и когда я помещу тебя на это место, я спрячу тебя. Потому что, видишь ли, слабый народ славит Бога иначе, чем другие народы. Пойми, другие народы не славят Бога, потому что у них есть чувство предписания, они думают, что они должны быть там. Но горная мышь знает, что если бы не Господь, они были бы полностью поглощены. Они не могли убежать от врага, и они не могли зарыться от врага, и однако они выжили. Поэтому горная мышь продолжает говорить, «Если бы не Господь, который на моей стороне, я была бы уже поглощена». «Но благодарение Богу, который дает мне победу». Великие вещи приходят в мелкой расфасовке. Я говорил Богу, когда молился об этом пробуждении. Я говорил, что я не хочу ничего планировать. Я не хочу, чтобы я стал у тебя на пути. Мне даже не обязательно проповедовать Бог. Просто благослови свой народ. Господь, исцели свой народ, освободи свой народ, возбуди нашу хвалу, возбуди наше поклонение, разбей оковы с нашей шеи, возбуди дары, которые лежат среди нас, оживи дух внутри нас, обнови наш разум. Мы голодны. Если кто-то голодный по движению Божьему в твоей жизни и в твоем духе, я голоден. Я хочу, чтобы благословенные люди, голодные люди просто подняли свои руки и начали поклоняться Богу. Бог будет перемещать вас. Он будет перемещать вас. Не всегда вы были на лучшем месте, чтобы работать для Бога. Вы не были в лучшем месте. Иногда это не было хорошее место для тебя. Ты был просто в нехорошем месте. Людям нужно было что-то от тебя. Но ты не был на хорошем месте. Люди хотели, чтобы ты был чем-то для них, но ты сам не был в хорошем месте. И это трудно помогать людям, когда ты сам не на хорошем месте. Господь, я пытаюсь быть верным, но я сам не в хорошем месте. Помести меня. Помести меня, Господи. Я готов получать то, что ты имеешь для меня, но помести меня. Аллилуйя. Я не могу опередить это. Я не могу зарыться от этого. Помести меня. Хвала и почитание на этом месте. Потеряйся в присутствии Божьем. Что-то разломается и откроется в твоем духе. Тебе нужно позволить поклонению пойти прямо сейчас. Тебе нужно высвободить это из твоего духа прямо сейчас. Позволь Богу двигаться через тебя. Бог дает тебе подстройку прямо сейчас. Он перестраивает тебя прямо сейчас. Ты рвался на всех своих поршнях. Тебя колотило. Твой характер плавился. Твой настрой плавился. Но Бог перемещает тебя прямо сейчас. Прикоснись ко мне, Иисус. Его помазание движется. Бог, двигайся по-своему. Иисус, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Скажи Ему. Я нуждаюсь в тебе, Господь. Я не смогу этого без тебя. Я не могу принести это без тебя. Я не могу выжить без тебя. Я не могу сделать это без тебя. Я не буду готов к зиме без тебя. Я не могу поместить себя без тебя. Войди в мои планы и в мои процессы и в мои цели и захвати мою жизнь. Господь, я хочу Твоего прикосновения. Двигайся во мне, Иисус. Пусть Твое помазание сойдет на Твой народ, Господь. Укрепи Твоих сыновей, Твоих дочерей, Господи. Позволь Богу быть прославленным в Твоей жизни сегодня. Аллилуйя! Мы голодны по Тебе. Мы нуждаемся в Твоем прикосновении. Поклоняйтесь Ему. Двигайся по-своему, Иисус. Двигайся, Господь. Будь прославлен, как никогда прежде. У Бога есть глубже место для Тебя. Прими это. Просто теки в это. Помазание Божье пусть будет на Тебе от макушки Твоей головы до подошвы Твоих ног во имя Иисуса. Помолись. Спасибо Тебе, Иисус. Есть более глубокий уровень в духе, куда Бог хочет привести меня. Ты никогда не будешь прежним. Когда помазание двигается, Он освобождает тебя. Он полностью освобождает тебя. Знаешь ли ты, что Бог может сделать что угодно? Пока ты взываешь к Богу, что угодно может произойти. Благослови Бога из Твоего чрева. Прославь Его из Твоей души. Во имя Иисуса Бог исцеляет эти разбитые места. Ты был в ужасе. Ты был разбит. Ты был ранен. Ты был обеспокоен. Ты был напуган. Понимает ли Бог? Знает ли Бог? Он знает. Но Он вызывает тебя. И Он призывает тебя. И Он освобождает тебя. Другое измерение. Ты цепляешься за Него сейчас во имя Иисуса. Ты уже не будешь прежним. Получи помазание. Дух Божий касается и исцеляет, освобождает, восстанавливает. Господь, я благодарю Тебя за Твой Дух, который сокрушает всякое ермо, всякие твердыни, всякие оковы во имя Иисуса. Я говорю исцеление. Я говорю освобождение. Я говорю жизнь во имя Иисуса. Аминь. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Ссылка для пожертвования под видео.